Всем привет друзья, с вами Ула, на ваших экранах не совсем о Сетокорсе, сегодня у нас не будет какого-то гайда или видео обзора на какую-то игру, сегодня мы посмотрим на одного очень интересного индивида. Так как я давно уже занимаюсь себрейсингом и в принципе к гонкам имею непосредственное отношение, соответственно мне стали вылетать очень частенько шорцы от вот этого молодого человека, которого канал называется Balance, не знаю как его правильно там называть, факт заключается в том, что человечек в принципе вот снимает GTA, если бы он снимал GTA вопросов бы наверное не было никаких, но проблема заключается в том, что его шорцы, которые он снимает весьма и весьма провокационные, я бы может быть и подумал хрен с ним, если бы это было бы просто к примеру для того, чтобы на каком-то негативном хайпе создать себе популярность, но есть нюанс связанный с тем, что если такого рода видосики посмотрит кто-то наивный, более наивный так сказать человек, который ничего не понимает ни в симрейсинге, ни в гонках, то он в свое время потом как-нибудь сможет попасть на возможно весьма большие деньги, все-таки сейврейсинг это вещь такая ну очень недешевая и получить хороший совет от какого-нибудь грамотного человека позволит сэкономить вам во-первых и огромную кучу денег и нервов соответственно, ну а то, что нам предлагает в своих популярных шорцах вот этот вот индивид, извините меня на полезную информацию, ну никак не тянет, и поэтому меня очень сильно бомбит, что такого рода люди, которые вообще не разбираются в вопросе, что-то высирает из себя. Вы кстати видели, насколько нечестные боты в серии игр NFS и насколько сильно они заскриптованы? Начнем давайте с чего-нибудь вообще вот простенького, лайтовенького, скажем так, окунемся в старость, в мою старость. Суть в том, что гоночные игры должны давать челленджи, вы должны совершенствовать свои навыки, упорно формить на прокачку автомобиля, а потом еще и грамотно настроить свою тачку, но NFS не дает ничего из этого, потому что не важно насколько хорошо вы настроили тачку, не важно насколько хорошо вы проходите повороты, боты все равно будут догонять вас, а если вы врежетесь, то наоборот будут ждать. И я думаю того видеоряда, который вы увидели, хватит, чтобы понять насколько все плохо. Но увы, эта проблема не только NFS, ведь даже в такой легендарной и всеми любимой Forze Horizon 5, боты заскриптованы точно так же, но просто не так сильно палятся. И это очень обидно, потому что в большинстве гоночных игр почти никогда ничего не зависело от вашего скилла, если конечно не говорить про симуляторы, либо про онлайн режимы. Честно сказать, я даже не знаю, как это комментировать, потому что это откровенный бред, это проще даже, наверное, показать. Как видите, я приехал аж на 8, ну там 8-10 секунд быстрее, а все потому что у ботов есть фиксированная средняя скорость, с которой они едут. Как видишь, вот допустим на высокой сложности, они все ехали примерно со скоростью 189 километров, ну почти 190. Таким образом, самое главное просто ехать быстрее какой-то определенной скорости, лучше проходить повороты, и вы всегда будете приезжать первыми. Это просто зависит от рук. Если у тебя руки из жопы, то разумеется, как ты не едь, то бота на высокой сложности ты не обгонишь, потому что у него есть фиксированное время, которое мы установили разработчики, за которое ему надо проехать. Если, к примеру, я сейчас возьму то же самое и запущу эту же гонку, вот прям сходу, но уже на низкой сложности. На низкой сложности я уже на паре первых поворотов имею отрыв почти в 13 секунд, а к концу его будет вообще там минуты, наверное. Ну вот, как я и сказал, уже отрыв, скажем так, на легком уровне сложности приблизительно 50 секунд, ну где-то минута получается, где-то 50 секунд. А все потому, что уже на легкой сложности средняя скорость, с которой едут боты, в районе вот 166 километров в час, при том, что я ехал почти 200 километров в час всю дорогу. Соответственно, проблема не в игре, проблема в твоих руках. Если ты нубас и не можешь ехать, то неважно, какая это будет игра, Forza Horizon или что-нибудь другое, поставь так же самое Forza на легендарную сложность. Там боты будут лететь столько, сколько им нужно, они не будут тебя ждать и не будут, соответственно, догонять тебя, если ты едешь лучше. А то, что показал этот шортсадил, ничего другое, как эффект резинки, который разработчики NFS сделали специально для режима дуэли. Потому что боты могут хорошо ехать по трассе запрограммированной, но когда выезжаешь в открытый мир и начинаешь убегать от бота, бот начинает тебя терять. Соответственно, была придумана такая вот технология, которая привязывала тебя к твоему дуэлянту и, соответственно, если ты уезжал очень далеко от него, то эта резинка, соответственно, натягивалась и позволяла ему быстренько тебя догнать и ехать по твоей траектории. В то же самое время, если ты очень сильно отдалялся от него, соответственно, резинка эта натягивалась и какое-то время она давала тебе шанс догнать его. И, соответственно, если ты какое-то время там проходил, он просто уезжал и гонка была проиграна. Но это не значит, что из-за этого игры были плохие. Просто у кого-то руки из правильных мест растут, а у кого-то не с плеч. Как собрать игровое место мечты и не выкинуть деньги в пустоту? А вот это уже очень интересно. Я на самом деле, как человек, который сам, ну, занимаясь всем рейтингом, собрал уже, наверное, это уже третий, наверное, кокпит мой. И я очень трепетно отношусь к тому, какие советы дают люди по поводу того, что купить, как собрать, как сэкономить. И такое видео может быть очень полезным, но, к сожалению, не в нашем случае. Объясняю на своем опыте. Первое, это руль. Сначала нужно определиться с целями. Если вы хотя бы раз захотите подрифтить, то дешевый руль 100% не подойдет, так как ему не хватит скорости на перекладках и вас просто развернет. Да ты что? Да-да-да, конечно. Конечно, просто невероятная брехня. Потому что есть огромное количество людей, которые дрифтят со мной не в аркадках, ебаных, блядь, а в нормальном симуляторе. И пользуются до сих пор жижками, DFGT, MOZA... Ой, как там MOZA? Не MOZA. Этот... MOMO Racing или T-150 Rastmaster. Пользуются и до сих пор катают, и дрифтят, и не заморачиваются. Все им хватает. Просто все зависит от того, насколько у тебя правильно все настроено. И, разумеется, какие у тебя руки. Педали я даже представить не могу, сколько должен стоить руль, чтобы в его комплекте были хоть немного адекватные педали без скрипа, люфта и с настройкой под себя. Так что нет для любительского уровня, отдельные педали обязательны. А зачем ты тогда показываешь TLCM, которым уже 100 лет в обед, которые стоят сейчас... Блин, они до сих пор стоят тридцатку, но они не стоят ни копейки из того, что ты пытаешься за них отдать. За те же самые 30 тысяч можно взять настолько офигенные педали, те же самые, не знаю, лензодротти, или можно добавить, взять P1000. Ну, по крайней мере, у меня вообще педали за 15 тысяч, но даже в них настроек гораздо больше, чем в этом TLCM. Потому что здесь куча регулировок по углам наклона, по жесткости, по расположению. Я уже даже не говорю про датчик лоуцелл на 200 килограмм, и в принципе магнитные датчики. Третье, коробка передач. Она вам, скорее всего, не нужна, потому что это просто фановая штука для атмосферности. Подрулевые лепестки вполне подойдут почти для любых целей. Хотел бы я посмотреть, как ты на подрулевых лепестках переключался бы во время перекладки. А еще бы я хотел, наверное, посмотреть, как ты бы на таких рулях, к примеру, как мой, где вообще, в принципе, нет подрулевых лепестков, переключался без коробки. Но даже если говорить о коробке, то брать мешалку вообще нецелесообразно. Вот это можно было бы сказать, потому что вполне достаточно купить какой-нибудь толковый секвентал. Нормальные секвенталки стоят, ну, от двух с половиной тысяч, ну, и выше, разумеется. Моя, к примеру, стоит восемь, но есть это тоже не предел, есть еще подороже. Но секвенталки хватит с лихвой для всего, что тебе нужно. А покупать, извини меня, коробку от Трастмастера или какую-нибудь другую мешалку смысла вообще не имеет. Четвертое, это ручник. Это просто имбалансная штука, но если просто катать кольцевые гонки, то он вам и не нужен. Но в дрифте без ручника ставится в поворот то же самое, что дрочить левой рукой. Да, ручник это, несомненно, офигеть какая полезная штука. Но проблема заключается в том, что он нужен не для того, чтобы ставиться, а как раз таки для того, чтобы контролировать постановку, для того, чтобы погасить инерцию во время флипа или ехать правильно вторым парно. Ну или, по крайней мере, в ралли, для того, чтобы делать шпильки. В остальном же нет никакого смысла в том, чтобы использовать какой-то, опять же, дорогой ручник. Вы можете так же само использовать кнопку. Либо вы можете сделать вообще дешевый вариант, который он мог сказать, но не сказал, разумеется, потому что у него видео ограничено. Но так если ты делаешь, то сделай какое-нибудь нормальное видео с нормальными советами. Потому что у меня, к примеру, когда я 4 года там где-то назад катал, у меня был ручник сделан из авиационного джойстика, где я просто выкинул вот эту самую рукоятку, ставил туда трубу водопроводную, и всё. И у меня был такой же самый ручник, и он работал точно так же, как его ручник за 10 плюс тысяч. Пятое, это кронштейн для монитора. Про его удобство вообще молчу. Да что ты, чёрт побери, такое несёшь? Кронштейн для монитора, это вообще настолько бесполезная вещь, которую можно было бы назвать в этом видео. Тем более для стола, на котором играет он. Я ещё понимаю, на кокпите, где тебе действительно удобно использовать кронштейн, потому что у тебя нету места под саму стойку монитора. И таких шорцев у него полно. В каждом шорте он говорит откровеннейший бред, который вот, ну, блядь, адекватный человек, который понимает это, просто смеётся над этим. Но при этом, я говорю, человек, который не понимает в этом, будет считать это за чистую монету, так сказать, и, возможно, совершит ошибку, купив что-то, ну, то, что он посоветует, и, соответственно, попадёт на прилично большие деньги, потом разочаруется в этом, пойдёт на Авито продавать это, и поймёт, что, на самом деле, столько денег это вообще не стоит. Если планируешь дрифтить в играх, то ни в коем случае не покупай руль, пока не посмотришь это видео. Во-первых, если хочешь дрифтить на руле, то сам руль должен быть с очень быстрым мотором, иначе при перекладках или даже при постановке руль просто не успеет повернуть колёса и тебя развернёт. Опять та же самая тема, блядь, мы дрифтим с очень быстрым рулём. Нет, дрифтить можно на любом рубле, всё зависит от того, как ты его настроишь и как ты ездишь. Во-вторых, руль должен быть тихим, особенно если живёшь не один. Просто посмотри на это и послушай. По поводу тишины, это, блядь, настолько чушь. Единственные тихие рули, это, разумеется, рули на директ-драйв базе. Потому что там просто, пожалуйста, у него нет никакого ограничения, это просто электродвигатель, который крутит твою баранку. Если же вы, разумеется, пытаетесь сэкономить и выбираете ременной ремень либо на шестерёнках, то, соответственно, да, он будет громкий, но и вы отдаёте просто меньше денег за него. Все эти Logitech G29, G25, G27 и так далее, они все на зубчатых передачах, они очень шумные, но при этом они самые дешёвые на рынке. В то же время, какой-нибудь транспастер уже будет стоить подороже, и да, он будет чуть-чуть потише, но это уже будет ременная передача, и, соответственно, с ним будет гораздо приятнее. Поэтому тут выбир не в том, чтобы он должен быть тихий. Вы либо берёте дорогой и тихий, и с качественным фидбэком, либо вы берёте дешёвый, но громкий. Всё. В-третьих, на педалях обязательно должна быть педаль сцепления, или в комплекте с рулём должен быть ручник. Нет никаких или, блядь, для дрифта вам нужно обязательно и педаль сцепления, и ручник, потому что ручник без сцепления прожевать нельзя, машина заглохнет. Ну, во многих играх это мало, так сказать, реализовано, именно, чтобы машина глохла, но, по крайней мере, очень сильно реализовано то, что у вас машина затухнет, и придётся расхлочёвывать очень сильно и очень долго, возможно. Ну, и, соответственно, дрифт уже пойдёт не по плану. Иначе как ты собираешься пускать автомобиль в занос? Нет, а, конечно, можно решить, если на каждой твоей тачке будет полторы тысячи лошадиных сил, и она сама будет срываться в занос простой раскачкой, но, поверь, это совсем не то. Вот по поводу того, как поставить, это вообще надо было просто молчать, блядь, потому что есть куча видов постановки. Это можешь поставить с газа, с флипа, с тормоза, с понижения передачи, да, блядь, ручник, это самая, так сказать, последняя вещь, которую используешь для того, чтобы поставиться, как я и говорил в предыдущем шорте, ручник нужен не для того, чтобы поставиться, а для того, чтобы сконтролировать постановку. Вот для чего он нужен. А вот по поводу 200 лошадей, это вообще смех, потому что... К примеру, в корсе у нас спокойно дрифтят машины, вплоть там, ну, 200 и меньше сил, не потому что это просто физика так позволяет, нет, просто потому что это так положено, то есть, если ты можешь и понимаешь, как нужно дрифтить, машина у тебя будет срываться в занос, даже на каких-нибудь 200-300 силах, не обязательно иметь себе в наличии... Господи, не обязательно иметь в наличии машину, у которой просто тьма лошадиных сил. Вот, к примеру, та же самая Труэна, 167 лошадей, и, о чудо, даже такая машина, как Труэна, которая всего 160 лошадей, может прекрасно дрифтить и заходить в заносы без ручника, потому что клач делает свои дела целиком и полностью, то есть, ты можешь заходить в занос как угодно, абсолютно, и тут дело не в руле, это может делать любой человек, который умеет дрифтить, на абсолютно любом, даже самом дешманском руле, абсолютно. Стоит ли покупать руль в 2024 году? Какие тут перспективы? Давайте разберемся. Ну и самый главный, конечно же, вопрос, стоит ли покупать руль в 2024 году, потому что, в принципе, ну, у нас гоночных игр имеется огромное множество, просто гигантское множество гоночных игр, и, соответственно, есть ли смысл покупать на данный момент руль? На самом деле, игр с идеальной поддержкой руля сейчас более чем достаточно, если взять ту же Forza Horizon 5, BIM, Corsu или Car X, то уже только в этих играх можно провести несколько тысяч часов, а чтобы раскрыть потенциал этих игр, можно обратиться к сообществу мододелов, которые сделали уже столько контента, что хватит еще на несколько лет. Но когда вы изучите все эти моды, к этому времени выйдет еще столько же модов, только еще более лучших по качеству. А если этого недостаточно, то уже есть программы, которые позволяют подключить руль даже к играм, которые их не поддерживают, именно так я играю в GTA 5 с рулем. Сейчас я взял в пример всего лишь 5 игр, и их на самом деле в десятки раз больше, и само собой постоянно выходят и новые игры с поддержкой руля. Так что да, вывод прост, руль однозначно стоит покупать, контента сейчас на годы вперед. И каким, блядь, скажи мне, пожалуйста, образом ты ответил на только что поставленный самим собой вопрос? Просто потому что есть огромное количество игр, к которым можно подключить руль. Да, блядь, с таким же успехом я могу и к Скайриму руль подключить и играть. Тоже надо покупать? Нет, руль нужно покупать в таком случае, если тебе действительно интересно идти в симрейсинг. Потому что какая бы эта игра ни была, будь это Forza Horizon, The Crew Motor Fest, Грид, или еще какая-нибудь аркада, не дай бог, NFS, это аркады. В них отвратительный фидбэк, в них изначально не закладывался нормальный фидбэк, как это будет в симуляторах. Поэтому, если вы хотите играть в аркады, не покупайте руль. Вам геймпада хватит с лихвой, но если вы хотите окунуться в симрейсинг, то есть пойти в AssettoCourse, в BeamNG Drive, в Corsa Competizione, там, iRacing и любые другие, там, Dirt Rally 2.0, руль вам просто вот раскроет на столько потенциал этих игр, что вы охереете от этого. Главная проблема тех, кто учится дрифтить на руле, это неумение держать маленький, средний и большой угол, а также неправильная настройка руля. Главная проблема тех, кто учится дрифтить на руле, это то, что они смотрят твои шорсы. Для начала поставь угол около 700 градусов, чтобы руль успевал возвращаться при перекладках. Если он не успеет этого сделать, тебя просто развернет. Учиться дрифтить на руле в аркадах это последняя вещь, которую стоит делать. Это все равно, что идти учиться играть на гитаре через гитархиро. Если хотите научиться дрифтить, идите учиться дрифтить RL. Если же это слишком дорого, то идите в симуляторы. Ассета-корса это прекрасный симулятор, который позволит вам и научиться дрифтить, и потом из этого пойти, можно сказать, в реальный дрифт. Это я говорю как человек, который, разумеется, приходил из Корсы в реальный дрифт, и это все прекрасно работает, и практически, ну, понятное дело, есть, конечно, свои нюансы, но я даже больше скажу, RL дрифтить гораздо проще, чем в Корсе, если вы научитесь дрифтить в Корсе, RL вам, ну, дастся вот так вот по щелчку пальцев. Чел, хватит дрифтить в своей в Корсе Horizon, иди лучше в симуляторы поиграй. И его, кстати, тоже в комментариях отправили подрифтить в Корсе, и, конечно же, он даже там обосрался. Для начала я пошел в новую Форзу Моторспорт, и да, там... И он пошел в Форзу Моторспорт. В принципе, на этом можно было бы и заканчивать Шорс, но он предвидел наше негодование. Я предвкушаю ваши вопросы по Корсе, поэтому после этого я пошел в Корсу, а там оказалось дрифтить еще легче, чем в Форзе. И действительно, да, сходило в Корсу, только вот почему-то он взял не тысячи сильные машины, как он обычно берет в Форзе Horizon, там, или в какой-нибудь другом симуляторе типа Форза Моторспорт, а поехал на стандартной машине, которая, в принципе, ничего сложного из себя не представляет. Более того, мы даже не знаем, какие помощники у него включены были, потому что то, как он едет, вот это вот виляние руля безостановочное, это вообще на дрифт даже близко не похоже. Это вот как раз-таки вот эта вот аркадная тематика, в которой у вас для того, чтобы поддерживать в той же самой Форзе Horizon нормальный стабильный дрифт, вам нужно постоянно подруливать, дергать колесами, постоянно держала какой-то стабильный угол или ехала в нужном направлении. Мне прям очень интересно вот на самом деле было бы, если ты смотришь, вдруг ты увидишь это видео, напиши мне, я тебе дам классные моды на Сету Форзу и запущу сервер и мы посмотрим, как ты катаешься в реальности. Ну, что-то я сильно сомневаюсь, что ты решишься на это. Топ лучших игр для руля на ПК, в которые точно стоит поиграть. Ну, конечно же, куда же без игр, в которые можно поиграть на руле, потому что, когда вы купили руль, вы должны понимать, во что вам стоит поиграть. Первая игра, это новая Forza Motorsport. У этой игры в Стиме оценка 4 из 10, а онлайн меньше 500 человек. И первая игра, это Forza Motorsport, которая, как мы уже сказали, даже близко не является не то, что симулятором, а даже является отвратительной аркадой. Я вот не понимаю, неужели из-за такого вот скудаумия вот у тебя есть, образно говоря, три какие-то четыре игры, и ты тупо по ним делаешь шорсы, и всё, и говоришь, блядь, какие-то классные игры. Да не классные это игры, есть гораздо лучше игры. Огромное количество есть игр, которые лучше. Намного. Эта игра, это Assetto Corsa. С этой игрой познакомился совсем недавно, но сразу же ужаснулся от того, сколько модов и настроек нужно для этой игры, чтобы привести её в играбельное состояние. А по поводу Assetto Corsa, там не надо ничего многого настраивать, потому что изначально как раз-таки стоковая Corsa, которая запускается через Steam, имеет просто максимально отвратительный интерфейс, и контент-менеджер нужен только для того, чтобы как раз-таки упростить работу и с модами, и соответственно с самой игрой, потому что даже сама игра не позволяет настроить огромное количество клавиш, которые тебе ещё нужны. Но вот физика может показаться слишком реалистичной для казуального игрока, типа меня. Для меня идеал по физике так и остаётся Forza Horizon 5. А чё вообще можно говорить с человеком, у которого идеалом по физике является Forza Horizon? Это просто пиздец. Ну конечно у этого шортса есть и другое продолжение, потому что там уже он говорит про крюв, в которой просто максимально отвратительная поддержка руля, там отвратительный фидбэк, то что там реализованы 900 градусов, нормальные, это ещё не делает игру хорошей. Я уже сказал, если к игре можно подключить руль, это не значит, что эта игра хорошая и подходит для руля. Есть огромное количество классных игр, которые именно подходят для руля. Dirt Rally, Assetto Corsa, iRacing, Project Cars, ACC, Air Factor, гигантское количество есть действительно классных игр, которых руль раскроется, действительно раскроется хорошо, но никак не в аркадах, блять. Сравнение физики дрифта в популярных играх. Первая игра это BIMCO, напомню, я примерно 7 лет не заходил в неё и теперь с каждым днём она мне всё сильнее и сильнее начинает нравиться. Дрифт в этой игре очень приятный благодаря мододелам и благодаря им же тут есть сотни автомобилей подготовленных это Need for Speed Payback. Я вот, блять, не понимаю человека, если ты сравниваешь физику в действительно популярных играх, нахрена ты берёшь в пример Payback? Блять, это NFS вообще нельзя подпускать было к реализации дрифта. Последний нормальный дрифт, который был реализован в серии NFS, это был, ну, ладно, shift, так уж и быть, я хотел сказать про стрит, но так уж и быть, в шифте ещё можно нормально подрифтить. Но всё, что выходило это максимально отвратительные игры, в которых дрифт вообще не должен был существовать. Нахрена это показывать в шортсах? Третья игра это GTA 5, она лично для меня идеал для аркадного дрифта. Идеал, блять, для аркадного дрифта. Даже, блять, не CarX, который реально идеал для аркадного дрифта. Даже не Grit, который, в принципе, офигенная игра сама по себе, и в дрифте там тоже прекрасная физика. GTA 5, блять, GTA 5, ёбаный шутанчик, в котором, в принципе, она не планировалась, как, блять, гоночная игра, вообще не планировалась. Сравнение повреждений в популярных играх. Вообще, этот молодой человек, пробка, а вот тут каждой бутылки, то есть, он пытается влезть во все сферы деятельности. Разумеется, это не только дрифт, симрейсинг или что-нибудь ещё, он уже у нас эксперт и в повреждениях, и в физике, и в рулях, и в гонках, там, и ещё в каких-то технических частях компьютера, и в настройках графики. Во всём, блять, он эксперт. Первая игра, это, конечно же, бимка, и она как раз была создана для того, чтобы эпично разбивать автомобили, но из-за мододелов она превратилась в огромную песочницу с миллионами разных возможностей. Вторая игра, это Forza Horizon 5, в совокупности с ультра-реалистичной графикой, повреждения здесь выглядят очень хорошо. Вот даже повреждения в играх, блять, вот казалось бы, начал совсем неплохо, отлично, блять, BeamNG, эта игра, в принципе, создавалась, как технодемка, которая показывала, какими действительно могут быть классными повреждения в играх. Понятное дело, да, тут никаких лицензий нету, всё чисто на модах, но, по крайней мере, с физической точки зрения, повреждения реализованы великолепно в ней. Так нахрена ты показываешь игры, в которых дальше повреждений нет от слова совсем. Вот эти косметические повреждения, это не повреждения, они не влияют на физическую часть автомобиля, не влияют на управление, даже косметически они выглядят отвратительно. Ведь можно было сказать, что есть такие игры, Flatout 2, Burnout Paradise, Grid, все части, там прекрасные повреждения, которые влияют и внешне на автомобиль, и на управление. Также у нас Crash Day, игра очень, конечно, старая, древняя, там с пулеметиками, ракетками, но, в принципе, там тоже классно реализованные повреждения. Я уже молчу про Dirt Rally, потому что там, ну, в принципе, и физика, и повреждения великолепные. А у нас есть вот такие шорцы. VR, это очень спорная штука, но стоит ли его покупать в 2024 году? Попробую дать ответ, исходя из личного опыта. Первая же проблема VR, это его цена. Тот VR, который я хочу и в котором мне будет видно пиксельной сетки, сейчас стоит 160 тысяч рублей, чтобы он тянул вот такое разрешение на каждый глаз при вот такой герцовке, даже 3090 Ti, мало для этого, 4090 тоже не вытянет все, так что мне поможет только 5090, а это уже полмиллиона за видяху и VR. Ну, а если вы хотите играть в дефолтные игры типа битсайбера, то вам хватит даже RTX 3060, но вот Корсус модами, Киберпанк и GTA 5 она уже не вывезет. Тогда вопрос, зачем тратить столько денег для дефолтных игр, которые будут расцениваться просто как аттракцион на пару часов? Ах да, конечно, еще у нас, блядь, он эксперт по VR. И, разумеется, тут тоже он навалил лютую кринжатину, потому что, во-первых, VR это такая вещь, которая изначально в принципе дорогая, но ты забыл упомянуть, что ты охренеть какой зажравшийся, потому что хотеть Valve Index, плюс еще иметь видеокарту 5090, там что-нибудь для того, чтобы играть в нормальном разрешении, большинство обывателей такое нафиг не надо. Я вас, возможно, удивлю, но есть действительно классные бюджетные шлема, в которых очень приятно играть, и даже не надо иметь сверхмощный компьютер. Это такие шлема, как Oculus Rift S, Quest 3.4, Pico 4, HP Reverb V2, и для них не нужна какая-то лютейшая видеокарта. Когда у меня был Rift S, я катал на 2060. И прекрасно катал и в Корсу, и в огромное количество других игр, не только Битсейбер, разумеется. Я прошел и Half-Life Alyx, и Boneworks, и The Walking Dead Saint-Ensyners, блин, и одна что-то только Elite Dangerous стоит. Это просто великолепная игра. Когда ты летишь вот в космосе, в VR, ни одна картинка монитора не передаст те ощущения, когда вы вот видите это перед собой, видите вот эти звезды гигантские просто. Это невообразимо. Единственное, с чем можно было сравнить, наверное, Elite Dangerous по красочности, это, наверное, Subnautica. Это тоже вторая вот великолепная игра, в которую я с удовольствием порекомендую поиграть тем, кто впервые приобретет себе VR-шлем. Но зачем нести такую херню, если ты вообще не разбираешься в этом? Есть другие каналы, которые прекрасно справляются со своей задачей без тебя. Ты куда лезешь, блядь? Поэтому я очень сильно рекомендую, ребят, если вы ищете информацию по каким-то вопросам, будь то игры, Simracing или там какие-то девайсы, смотрите не только там первого попавшегося человека, который вам выскочил, а многих людей и более компетентных. Потому что вы можете наткнуться на вот такую ерунду, в которой, скажем так, здравого смысла не на грош. Просто если ты человек, который, блядь, всю жизнь играет в GTA V, ну, играй себе в GTA V, зачем ты, блядь, извини меня, компостируешь мозги людям информацией, в которой ты вообще ничего не смыслишь. Поэтому, ребят, всем спасибо, кто досмотрел это видео. Надеюсь, мой бомбеж был не слишком жестким, потому что вы знаете, как меня бывает, такие ребята выбешивают, но я должен был высказаться, потому что мне частенько уже стали попадать видосы этого пацана, и очень сложно оставаться спокойным, когда ты сам в этом всем крутишься. Все, спасибо, ребят, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропускать новые видео, также стримы, и играйте только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока, ребят.